Сегодня мы говорим про алгоритмы кластеризации, ну и про то, как с некоторыми из них можно работать с данными большого размера. Что делать, если погонять алгоритм хочется, но видно, что на ваших данных он будет работать, возможно, слишком долго. Мы не будем очень глубоко вдаваться в теорию всех этих алгоритмов кластеризации, потому что курс не об этом. Но это примерное представление, даже те, кто эту теорию ни разу не слышал, вы получите. Давайте начнем с задачи кластеризации, чего мы хотим и что нам дано. Значит, дан нам некоторый набор точек, откуда-то взявшихся, и дана функция расстояния между этими точками. То есть для каждой пары точек мы можем посчитать, какое между ними расстояние. Функция расстояния вполне себе традиционная, со всеми ее свойствами больше нуля, неравенство треугольника и так далее. Что мы хотим? Мы хотим взять эти точки и сгруппировать какое-то количество кластеров по каким-то правилам. Ну и тут же возникает много вопросов. Сколько кластеров нам надо, какие эти правила, по которым мы собираемся их группировать, какая функция расстояния в конце концов, потому что их может быть много и так далее. Ну вот давайте на эти вопросы попробуем поотвечать. Значит, точки и расстояние. Точки могут быть евклидовым в многомерном пространстве, могут быть в неевклидовом. Довольно часто это точки евклидового пространства, в котором все понятно, n-мерное, вещественные числа, это координаты, в общем, все, что мы от него ожидаем. Но пространство может быть и неевклидовое. Между ними есть некоторая существенная разница, которая в разных алгоритмах по-разному обыгрывается. В неевклидовом пространстве можно найти какую-то среднюю точку, посчитать среднее, арифметическое, между координатами всех нескольких точек и сказать, что вот это средняя, то есть точка, которой в исходном множестве еще нет. А в неевклидовом часто такую точку среднюю найти нельзя. Неевклидовое пространство, это строки, например, и так далее. Функции расстояния, они тоже бывают самые разные. В неевклидовом пространстве, разумеется, бывают неевклидовые расстояния, но бывают и другие. А в неевклидовых бывают всякие, несколько других расстояния, давайте мы сейчас все рассмотрим. Ну и картинка четких кластеров, которая показывает такой идеальный случай, который мы хотим получить. То есть если вот у нас какое-то исходное множество, то мы хотим вот с некоторой точностью, вот про вот эту точку, может быть, можно и поспорить, к какому кластеру она относится, но скорее всего к желтому. Но мы хотим получить какую-то такую картину, хотим, чтобы алгоритм, если нам мы сказали ему, разбей наши точки на три кластера, разбил их вот на примерно такие. И если бы мы верили разбить их на два кластера, то мы, наверное, получили бы что-нибудь в духе вот желтые тут, а все остальные вот здесь вот. Какие, с какой целью мы можем захотеть что-то кластеризовать? Зачем нам это нужно? Ну, одна из возможных целей — это понимание данных. Мы хотим узнать, как наши точки группируются. То есть мы по тому, как точки группируются, хотим что-то о данных узнать. Есть какой-то тут кусок, какой-то тут кусок, тут кусок. Вторая возможная цель — это сжатие данных. Если мы будем считать, что кластер представляет, какая-то точка из кластера представляет собой все точки, которые в кластер входят, то мы можем хранить, например, только ее, а остальные не хранить. Вот, считать, что вот она ответственна за весь кластер. Можем хотеть обнаруживать новые объекты. Если бы, например, мы проверили кластеризацию первоначально на этом рисунке, и потом, по мере поступления новых данных в наше хранилище, запускали бы алгоритм еще раз, и в какой-то момент, возможно, где-нибудь вот здесь у нас появилась бы еще одна группа точек, не вошедшая ни в один из кластеров, и мы бы увидели, что… или образовавший четвертый. Мы бы увидели, что вот появилось нечто новое, про что нам до сих пор еще ничего не известно, и мы бы обратили на это внимание. С прикладной точки зрения, какие могут быть приложения? Ну, например, кластеризация результатов поиска. Если мы можем каким-то образом сгруппировать результаты поиска, похожие друг на друга, вот то мы можем выплюнуть один из них, а не их все вместе. Поиск сегментов рынка. Очень популярная среди экономистов и маркетологов вещь. Они хотят рынок как-то поделить, сегментировать в зависимости от характеристик покупателей и одному сегменту предложить товар по одной цене, а другому сегменту тот же товар в красивой упаковке по другой цене. Вот. Поиск связанных между собой пользователей контактика. Там тоже можно между пользователями определить какое-то расстояние, например, количество друзей по цепочке, минимальное количество связей, которые нужно пройти одного пользователя до другого. и найти тем самым какие-то кластеры, которые тесно друг с другом связаны. Поиск научных статей, которые похожи по темам на данную, вот тоже можно применить к кластеризации и найти что-то, что похоже на данную статью или найти статьи, которые на одну тему. Внезапное определение оптимального местоположения базовых станций в сотовой сети тоже якобы широко применяются алгоритмы кластеризации. Ничего не могу сказать из подробностей. Но как пример, так сказать, нестандартного, не похожего на все другие приложения. Вот сюда записал. Давайте поговорим про расстояния, какие можно применять к точкам. Ну и вклидовом расстоянии, вклидовом пространстве с ним все понятно. Оно вполне себе привычное. Косинусное расстояние мы его тоже видели. Косинус угла между двумя точками. Тоже все более или менее понятно. Жаккардовое расстояние. Про коэффициент схожести Жаккарда мы уже говорили. Он, разумеется, не расстояние, потому что он прямо противоположен расстоянию. Он равен единице, если множество равны, и нулю, если совсем друг друга не похоже. Ну, соответственно, расстояние можно из единицы вычесть. Этот коэффициент схожести и получить расстояние. Манхэттенское расстояние, как оно там в математике L1 называется, кажется, это сумма модулей разности между координатами. Если представить себе Манхэттен, в котором прямоугольная сетка улиц, то сколько кварталов нужно пройти по Манхэттену, чтобы попасть в точку А в точку Б. Вот, евклидовое расстояние. Зеленая линия, Манхэттенское, вот это вот синее. Для строк применяется расстояние Хеминга и Левенштейна. Расстояние Хеминга — это количество позиций, где символы различные. Расстояние Левенштейна — это количество операций, вставки, удаления, замены, для превращения одной строки в другую, и они совершенно разные. Вот, например, для этих двух строк могут быть совершенно разные. Вот, для этих двух строк, которые друг на друга очень, на самом деле, похожи, на расстояние Хеминга для них равно 10, потому что ни на одной позиции нету одинаковых символов. А расстояние Левенштейна равно 2, потому что, чтобы превратить эту строчку в эту, нужно убрать нолик с конца и дописать нолик в начало, сделать две правки. Окей, ну вот эти расстояния можно будет применять, соответственно, в зависимости от того, какие у вас данные, что вы хотите с ними делать, вы будете применять то или иное расстояние. Вот они все под определение расстояния попадают. Методы кластеризации. Ну, по сути, есть две разных больших стратегии кластеризации. Конкретные алгоритмы попадают в ту или иную стратегию. Кластеризовать данные можно иерархическим способом. В двух вариациях можно начать с большого количества кластеров и собирать из маленьких кластеров более крупные до какого-то момента. Можно, наоборот, взять один большой кластер и потом начать вырубить мелкую капусту до тех пор, пока не получится нужное количество. И плоская стратегия, в которой точки назначаются каким-то кластером, ну и они в процессе работы алгоритма могут переходить из одного кластера в другой. Ну и через какое-то время мы сочтем, что алгоритм закончен и что всем точкам подходящие кластеры назначены. Вот конкретных алгоритмов много, их тысячи. Ну, может быть, не тысячи-тысячи, но много. И их так много не без повода, а потому что для каждого алгоритма можно подобрать такой класс данных, где он, в общем-то, свою работу сделает формально, но результат будет совершенно с практической точки зрения неприемлемым. Вот. И, соответственно, приходится изобретать что-то другое, что может вот конкретно с таким классом исходных данных работать лучше. Вот мы примеры посмотрим дальше. Ну, давайте поговорим про иерархическую стратегию, про восходящую иерархическую стратегию. Значит, вначале там каждая точка — это один кластер, и на каждой итерации ближайшие в каком-то смысле кластеры объединяются. Вот. И при достижении какого-то критерия итерации останавливаются. Ну, понятно, что самым the ultimate критерий — это когда получается один кластер, но, наверное, один кластер нам не очень интересен. И мы хотим, наверное, остановиться на какой-то промежуточной стадии. В плоской стратегии первоначальные кластеры каким-то способом определяются, потом точки по очереди рассматриваются, смотрят точка, к какому кластеру тебя прописать, вот давай к этому. Вот. Просмотрели все точки, посмотрели, результат хороший достаточно, то тогда все, остановили. Вот. А если нет, то следующая итерация и… Да, следующая итерация точка может по каким-то причинам поменять свой кластер. Кластер может объединиться или распаться. Вот. Давайте поговорим про характеристики кластеров, которые помогут нам сформировать критерии, по которым можно объединять кластеры, и когда можно останавливать наш процесс. Ну, самая простая характеристика — это диаметр. Можно взять максимальное расстояние между любыми двумя точками в кластере, рассмотрев все пары точек, найти максимум, максимальное расстояние по всем парам, вот, и сказать, что это диаметр. Разиус — это максимальное расстояние от некого центра до любой из точек кластера. Плотность — более, менее тривиальная характеристика. Это количество точек кластера, поделенное на, в каком-то смысле, объем. Вот. Радиус какой-то степени. Ну, правильно брать там радиус степени, размерности пространства, но довольно часто ограничивается степенью двойки, в смысле квадратом радиуса. В принципе, это не очень важно. Межкластерное расстояние. Когда нам приходится решать, объединять два кластера или нет, вот, и нам нужно принять это решение, ну, или выбрать из всего множества кластеров те два, которые должны сейчас объединиться, вот, что мы можем использовать в качестве критерия. Можем использовать расстояние между центрами, если этот центр у нас есть, можем использовать расстояние между ближайшими точками, перебрать все пары в точек из двух кластеров и найти минимальное расстояние. Можем посчитать среднее расстояние между всеми парами и так далее. Здесь несколько критериев оценки расстояния между кластерами. Вот. Ну и, соответственно, какие могут быть критерии прекращения кластеризации? Ну, самый простой построен и нужно количество кластеров. Если мы знаем, что нам нужно пять кластеров, то вот пока мы их не получили, мы объединяем кластеры, укрупняем, а как только получили пять, то все хорошо. Другой возможный критерий — это какие-то характеристики кластеров, диаметр, плотность. Если они достигли каких-то граничных значений, то мы можем останавливать наш процесс. Ну, диаметр, понятно, при укропнении кластеров будет расти. Вот. И в какой-то момент либо максимальный диаметр, либо минимальный, либо средний, в зависимости от того, чего мы решаем, станет достаточно большим и можем считать, что задача сделана. Про центры кластеров, давайте поговорим. В евклидовом пространстве все просто. Там можно взять средний арифметический точек всего кластера, получить точку, называть ее центроидом, и все будет хорошо. В неевклидовом пространстве центроида нету, и тут приходится что-то делать. Возможно, центр на самом деле и не нужен, если мы там считаем расстояние между кластерами как минимальное расстояние между двумя точками, то центр нам не обязательно. Но если центр нам все-таки нужен, то можно выбрать кластроид, одну из точек кластера, которая что-то минимизирует. Ну, или максимизирует. Вот, минимизирует, например, максимальное расстояние до остальных точек или сумму расстояний, или сумму квадратов. Вот. И вот эта точка будет у нас считаться центром кластера. Ну давайте по восходящей иерархической кластеризации поподробнее с примерами. Значит, у нас евклидовое пространство, в примере оно будет двухмерное, и в исходном положении каждая точка — это один кластер, и на каждой итерации два самых близких кластера будут объединяться. Ну вот, исходное положение. Семь точек. И давайте смотреть, какие кластеры у нас будут получаться. Ну на первой итерации у нас самых близких точек два варианта, вот эти две и вот эти две. Ну один из них выбрали, нижний, получили кластер с новым центром. Вот. У нас теперь есть прекрасный один кластер. А на второй итерации, на третьей, у нас появилось еще два кластера, объединились точки, лежащие на диагоналях единичного квадрата. На следующей итерации к первому кластеру просоединилась точка, которая лежит рядышком. Вот. Ну и вот, если бы у нас была бы задача построить три кластера, то мы бы уже ее решили, но, допустим, нам нужно два. Вот. На следующей итерации у нас объединятся два диагональных кластера, и получится вот кластер с четырех точек. Ну, в общем, вот. На этом наши итерации закончились. В иерархической кластеризации, наверное, самая большая ее проблема в том, что в примитивном наивном варианте нужно сравнивать n квадрат точек сначала, чтобы найти самый первый кластер. Вот. Ну и потом еще раз этот n квадрат, порядка n шагов делать, если нам нужны кластеры покрупнее. Вот. И получается сложность n в кубе. Ее, если немножечко поднапрячься, можно сократить, уменьшить до немножко более приемлемого варианта n квадрат лог n. Вот. Но на самом деле, если точек у нас много, то считать n даже и квадрат сравнение делать между этими точками, мы, наверное, устанем. Вот. И как-то распараллелить эту задачу. Тоже, ну, можно, наверное, но не совсем очевидно, как. Потому что все равно нужно сравнить каждую точку с каждой. И... Но зато такое вот присоединение к кластерам ближайших точек может иногда находить кластеры причудливой формы. Обычно кластеры ожидаются... Ну, не обычно, а часто кластеры ожидаются такими сферическими. И многие алгоритмы, в том числе и следующие, которые мы будем рассматривать, работают хорошо для таких сферических кластеров. Вот. Но кластеры не всегда сферические. Они иногда бывают какие-нибудь там более диковинными. Вот. И такое присоединение ближайшей точки к кластеру может найти кластер диковинной формы. Вот. Но иногда может и промахнуться. Все по тем же причинам, потому что ближайшая точка окажется не в продолжении цепочки, а где-то по соседству в множестве, которое человек бы идентифицировал как другой кластер. Тем не менее, такой иерархическая кластеризация применяется в некоторых случаях. Дальше посмотрим, как ее можно применить. Ну, в основном для того, чтобы найти какие-то первоначальные кластеры. Если можно выбрать какое-то подмножество точек из наших данных и натравить на них иерархическую кластеризацию, то можно найти какие-то такие первоначальные кластеры, а потом с ними работать. Дальше у нас в программе алгоритм К-средних, широко известный и популярный применяющийся. Вот это плоская кластеризация. У нее множество вариантов. Мы рассматриваем самые примитивные, но вариантов много всяких разных, которые более или менее продвинуты. Самый примитивный вариант – наша задача получить заранее известное количество кластеров. К. И этот алгоритм нам эти К-кластеров выплевывает. Схема работы его примерно такая. Нужно вначале найти К-точек, которые, вероятно, находятся в разных кластерах. Каким-то способом их выбрать. Каким способом выбирать начальные точки – тоже отдельная задача. Можно случайно, например, если вы уверены, что вероятность, например, того, что случайные точки попадут в разные кластеры достаточно большая. Это может быть на самом деле и не так. У вас может быть, например, огромный массив точек, состоящий из 90% всех точек в одном месте, а по соседству там несколько маленьких массивов, которые каждый содержит по 1%. И тогда, если вы выберете точки случайно, то 9 из них будут находиться в большом массиве, одна где-то там подалеку. Скорее всего, они в качестве начального приближения будут так себе. Можно и какие-нибудь другие способы выбрать начальные точки. Можно, в том числе, их задать вручную, если вы что-то знаете про свои данные. Эти начальные точки являются центроидами, центрами будущих кластеров. На каждой итерации мы просматриваем все точки и для каждой точки находим ближайший центроид. И относим точку к соответствующему кластеру. Если мы нашли некий центроид, минимизирующий расстояние до точки, то мы говорим, что точки находятся в кластере, которые представлены этим центроидом. После чего, после окончания, мы берем получившиеся кластеры и находим среднюю точку в каждом кластере и объявляем, что теперь центроид — это она. Пересчитываем центроиды, и если требуется, делаем следующую итерацию. А если не требуется, то не делаем. Возможный критерий прекращения итерации, если ни одна точка в другой кластер не переехала, она может переехать, понятно, потому что она была сначала в одном кластере, потом центроид сместился куда-то, и она выяснила, что теперь ближайший центроид совсем другой, и она переехала. Если ни одна точка переезда не сделала, то, возможно, уже и хватит. Маппредюсер реализуется про нее попозже с демонстрацией. Второй вариант прекращения итераций — это изменение среднеквадратической ошибки. Каминс находит локальный минимум среднеквадратической ошибки, по всему множеству считает расстояние по точкам из кластера до центра, делает сумму этих расстояний и находит какой-то локальный минимум. Он это делает на самом деле всегда, то есть локальный минимум всегда находит, независимо от того, какие у вас данные. Вот, имеет ли этот минимум смысл, это уже второй вопрос. Вот, но алгоритм работает. И вот можно останавливаться, если, например, этот минимум стал ниже какого-то порога, или если его изменение стало маленьким. Вот, если в какой-то момент мы увидели, что новое значение минимума уже не столь существенно отличается от предыдущего, то, значит, можно останавливаться. Выбор k. Если нам число кластеров заранее неизвестно, то с этим нужно что-то делать. Можно перебрать разные k. Ну, если поставить цель минимизировать среднеквадратическую ошибку, то лучше k какое, если вам заранее неизвестно, сколько нужно кластеров, но вы хотите минимизировать среднеквадратическую ошибку. Да, то лучше k это равное n. Вот. Оно, конечно же, бессмысленное, хоть ошибка и будет равна нулю, но вот зато минимизирует. Вот. Ну, скорее всего, нам столько кластеров, сколько точек не нужно. Вот можно рассмотреть, например, кривую уменьшения ошибки в зависимости от увеличения k. Она будет выглядеть, ну, как-то, примерно так. У нас будет тут количество кластеров, тут величина среднеквадратической ошибки, ну, и она вот эта кривая будет вот как-то примерно так возможно выглядеть. Ну, и вот возможно, что где-то вот тут вот находится оптимальное количество кластеров. Да, про начальные центроиды. Значит, можно делать случайно выбор, как можно дальше, друг от друга располагая начальные точки, но тут, правда, может вылезти отщепенец outlier и все испортить, превратившись в вот такой единственный кластер сам по себе, вот, и жить в этом единственном кластере до конца работы алгоритмов, алгоритма. Вот. Можно провести предварительную иерархическую кластеризацию, вот, и центроиды получившихся кластеров взять в качестве первоначальных для k-means. Для этого можно выбрать небольшую случайную выборку из исходных точек. Можно выбрать несколько разных наборов начальных центроидов и лучший результат по каким-то критериям выбрать и взять его в качестве начала. У k-means прекрасный плюс, он невысокая сложность, нам нужно на каждой итерации просмотреть все точки и посчитать расстояние до некоторого количества центроидов, ну, то есть k на n сделать операции на каждой итерации, ну, и сколько этой итерации будет, если считать, что их конечное число, например, вот, то u от kn получается. Его довольно просто распараллеливать, написать MapReduce, который делает k-means довольно просто, вот, и, соответственно, можно в… если у вас есть много машин, то считать, делать кластеризацию существенно быстрее. Для хороших данных, для данных хороших, для k-means, у него получается хороший результат, на самом деле, и вполне возможно, что ваши данные действительно такие, которые для него подойдут, вот, но данные, на самом деле, не все одинаково хороши. Вот, например, если исходные данные вот такие вот, то какие предположения, что построит k-means? Пополам, в каком смысле? Ну, в зависимости от того, какие будут центроиды начальные, да, он это и сделает, примерно вот так вот. Вот, центроиды, ну, тут мы видим два кластера явных, ядро и кольцо, вот, и у них центроиды одинаковые и находятся в одной точке, вот, и поэтому k-means работает не так уж и хорошо, и строит вот такой вот результат. В то время как иерархический алгоритм, возможно, построит вот такой вот результат, если его, если у него все будет хорошо, вот, то он объединит вот эти вот точки в начале, какое-то количество, потом начнет строить кластер между ближайшими точками здесь, вот, ну, и вот при условии, что расстояние от кольца до ядра достаточно большое, иерархический кластер, иерархический алгоритм построит два таких вот прекрасных кластера. Как, кстати, победить вот такой вариант, таки при помощи комминс, какие есть идеи? Вряд ли поможет. Ну, возможно, но есть более простая идея, более красивая. Нужно перейти к полярным координатам, вот, и тогда все будет хорошо. Значит, да, не сферический, неравномерный кластер. Вот тут тоже более интересный пример. Тут, казалось бы, есть вот такой вот кластер большой, есть поменьше, и вот есть совсем маленький. Вот, но если натравить комминс на эти кластеры, то мы увидим, что вот средние, со средним все хорошо, а большой поделился пополам, потому что количество точек вот в этой части стало более приоритетным и внесло больше вклад в среднеквадратичную ошибку, чем расстояние до точек, лежащих далеко. Вот, и это такая вещь, с которой сложнее бороться. Ну, и есть некоторое количество улучшений этих алгоритмов, которые довольно простыми средствами, не бог весь какими изощренными, пытаются сделать алгоритмы лучше. Ну, собственно, у нас проблема, проблема какая? Проблема с иерархической кластеризацией в том, что им нужно рассматривать очень много точек, делать n-куб сравнений. Проблема с комминс, например, заключается в том, что, ну, во-первых, тоже вам нужно много сделать, достаточно много сравнений, ну, если у вас точек миллиард, вот, то хоть там и не квадратичный алгоритм, но сравнивать миллиард точек со всеми имеющими центроидами может быть смыслом имеет, а может быть и нет. Может быть, вы точно знаете, что до каких-то центроидов точка никогда в жизни не доберется, и не за чем сравнивать вообще, но вот как-то алгоритм про это не в курсе. Вот. И попытки улучшения, они пытаются сократить количество всевозможных переборов, вот, по-прежнему сохраняя качество работы алгоритма или даже улучшая его. Будем пытаться улучшать наши алгоритмы, делать меньше сравнений, либо как-то бороться с поведением алгоритмов на каких-то неправильных данных. Начнем с алгоритм, который называется Cure, Classing Using Representatives, и рассмотрим, какие у нас есть проблемы с нашими имеющими алгоритмами Камин с иерархической стерилизацией. В представителе кластера это точки, которые как-то кластер представляет и которые принимают участие в решении о том, как кластер изменится. В Каминс представителем единственного кластера является его центроид. Мы на каждом итерации сравниваем точку с центроидом кластера и на основании этого принимаем решение о том, куда точку присоединять. Благодаря этому, собственно, в Каминс существуют и проблемы. Ко-средних, если центроид слишком смещен, скажем, к большому количеству точек, то кластер получится не такой, как мы ожидаем. Если, наоборот, появился какой-нибудь отчипение соутлайер, который переместил центроид куда-то далеко, то, возможно, мы присоединим к кластеру какие-то другие точки, которые не должны быть к нему присоединены. В иерархической стерилизации кластер наоборот представлены всеми точками, которые в кластер входят. Мы с каждой сравниваем новую точку, которую хотим присоединить. И это тоже не очень хорошо, потому что среди этих всех точек может найтись какая-нибудь неприятная точка, которая нам испортит построение кластера. Соответственно, появляется идея выбрать нечто среднее. Ну и когда кластер просто на всеми точкам, просто тупо долго сравнивать. И появляется идея выбрать несколько представителей у каждого кластера. Не один центроид, а какие-то несколько точек, которые находятся подальше друг от друга. И при решении о присоединении новых элементов к кластеру рассматривать вот этих представителей несколько штук. Дальше выбросы, аутлайеры. Они могут сильно испортить кластеризацию. Например, если у нас есть что-нибудь вот в этом духе, кластер, который получился вот каким-то вот таким вот с центроидом где-то здесь, да, то благодаря вот этому вот аутлайеру мы можем на следующей итерации присоединить к нашему кластеру что-то, что не совсем входит в него. Ну, какая-нибудь точка, лежащая вот здесь вот, вот она уже будет ближе к центру кластера, нежели если бы он был вот здесь вот, например. Вот. И вот этот аутлайер, сместивший нам центр, нам повредил и записал в кластер вот еще одну точку, которая, возможно, и не должна была быть в нем. Эти точки аутлайеры, выбросы, можно… С ними обращаются по-разному, их можно предварительно отфильтровывать. Есть целая группа алгоритмов, которые предварительно фильтруют аутлайеров из данных, вот, а потом только напускают кластеризацию. Ну, вот алгоритм Cure старается их приручить в каком-то смысле. Сделать так, чтобы если бы уж они и вошли в какой-нибудь кластер, то обращаться с ними так, чтобы они не сильно портили центр. Вот сейчас увидим, как это. Ну, собственно, алгоритм. Если у нас есть какое-то количество исходных точек, то первое, что нужно сделать, это взять небольшой сэмпл, ну, относительно небольшой, понятное дело, не 10 точек, но и не миллион. Вот. И немножечко их покластеризовать, например, иерархический кластеризация. Вообще, этот алгоритм предназначен для решения как раз той проблемы с Каминск, которая проявляется в кластерах несферической формы. Хочется вот в такой вот картинке, в этой исходной точке, правильно найти эти два кластера, кольцо и ядро. Вот. И, соответственно, первый шаг — это кластеризация небольшого сэмпла. Ну, да, собственно, к чему я сказал. Их сэмпл кластеризует иерархический кластеризация для того, чтобы как раз такие сложные формы находить. Ну, допустим, мы взяли какое-то количество точек в наших данных, прокластеризовали и получили такие два кольца. Но на этом дело не закончено, потому что у нас еще много точек есть, и их нужно все к кластерам как-то соотнести. Наверное, если бы мы продолжали иерархическую кластеризацию, мы получили вот ровно то же самое. Но нам этого делать не хочется, потому что долго. Задачу решить нужно. И поэтому мы начинаем делать финты ушами. В каждом кластере, получившись, выбирается некоторое множество представителей. Оно выбирается так, чтобы представители располагались как можно дальше друг от друга. Ну и в нашем случае, конкретно в этом, они будут располагаться, наверное, где-то на границах нашего кластера, получившихся кластеров. Отдельный вопрос, как этих представителей выбрать так, чтобы они располагались подальше друг от друга. Но это сделать можно. После чего делается хитрый трюк, и все представители сдвигаются ближе к их центроиду. Находится центроид представителей, и они все немножко сдвигаются, процентов на 20. Вот. Смысл этого действия в том, чтобы, в том, чтобы, если у нас, например, есть какой-нибудь outlier, который, скорее всего, попал в представители, потому что он далеко находится от других, вот, то чтобы он в процессе работы алгоритма приближался поближе ко всем остальным точкам. Мы будем сдвигать наших представителей к центру, и поэтому их новые позиции будут, ну вот, примерно вот такими вот. Если мы сдвинем каждого представителя на 20%, то те, которые и так близко к центру, они сдвинутся немножко, а outlier, находящийся далеко, он сдвинется побольше. Вот. И приблизится к своему кластеру, вот. И таким образом не будет нам мешать и вовлекать в тот кластер, в котором находятся кластеры другие. Вот. После этого мы будем последовательно объединять кластеры с достаточно близко расположенными представителями. Вот. Ну и в какой-то момент, когда мы найдем столько кластеров, сколько нужно, мы остановимся. Вот. И рассмотрим все остальные точки, которые у нас остались в данных, и определим их в тот кластер, который принадлежит ближайшему представителю. Вот. И вот, соответственно, в такой картинке на этом бы все остановилось, на нахождении двух кластеров. Вот. Если бы картинка была какой-то другой, скажем, вот такой вот. Вот. Вот это центр, а вот это кольцо. Тут уже не очень очевидно, что это два раздельных кластера. Вот. И в таком случае, возможно, наши представители объединили бы нам эти два кластера, и мы получили бы один включающий центр и кольцо. Ну, алгоритм, на самом деле, существенно сложнее. Я тут дал такое небольшое его представление о нем. Вот. А в книге «Mining Massive Data Assets» Ульмана он, на самом деле, тоже не сильно подробно расписан. Вот. А в исходной статье 20-летней… нет, 15-летней давности он расписан поподробнее. Там много интересного. Вот. А следующий… следующий подход, я про него уже говорил, если мы даже пользуемся Каминс, то вполне возможно, что нам не нужно определять расстояние от каждой точки до каждого центроида, и что достаточно выбрать какое-то количество центроидов, которые близко находятся к точкам, вот, и с остальными даже не связываться. Вот. И вот это… эту идею эксплуатирует зонтичная кластеризация, Canopy Clustering, вот, которая определяет для каждой точки один или более зонтиков сфера, вот, где имеет смысл вычислять расстояние между точками, вот. Вот. А если точки примечают разным зонтиком, точкой центроид, например, с другого зонтика, то расстояние будет равно бесконечности, и вот вычислять его не нужно будет. Вот. Построение зонтиков примерно такое. У зонтика есть центр, разумеется, внутренний радиус t1 и внешний радиус t2. Вот. Ну и зонтики строятся примерно так. И вот случайная точка из исходного множества объявляется центром зонтика, вот, и рассматриваются следующие точки. Если следующая точка попала во внутренний радиус, то считается, что она достаточно близко к центру зонтика, вот. Она в этот зонтик попадает и больше не рассматривается. Если точка попала в кольцо между двумя радиусами, то она тоже записывается в этот зонтик, но у нее есть шансы еще и попасть в другой. Если будет, скажем, точка вот здесь вот со своим зонтиком, вот, то точка попадет в два и так далее. Может сама даже стать центром какого-то зонтика. И таким образом получается такое покрытие исходного множества зонтиками, вот, до тех пор, пока каждая точка хотя бы в одном зонтике не окажется. Ну и, собственно, дальше применяется КАМИНС, где расстояние между точками из разных зонтиков равно бесконечности и расстояние точно так же. Вот. И якобы такая махинация существенно сокращает количество вычислений в КАМИНС, а результат делает примерно таким же. Значит, инструменты практически, которые есть у исследователей, ну, они наверняка уже появились еще какие-то. Вот. Но вот пару лет назад самым популярным был, наверное, века, такая прекрасная библиотека, написанная на Java, вот, которая реализовывала многие алгоритмы кластеризации, но, к сожалению, работала только для одной машины, чем сильно огорчало многих экспериментаторов, которым нужно было посчитать что-то большое. Вот у них лаптоп, там, полночи все считал с этой векой. В проекте Apache Mahout реализованы некоторые алгоритмы кластеризации поверх инфраструктуры Hadoop MapReduce. Вот. Ну, и там КАМИНС тот же самый есть, и если у вас есть Hadoop Cluster где-нибудь, то можно кластеризовать при помощи Mahout. Мы сейчас, собственно, в теории тут все, а в практике сейчас посмотрим на реализацию КАМИНС на нашем Минсмите, который делает что-то полезное. Из полезного он делает то, что не сейчас делает, он будет делать в конце курса кластеризацию ваших оценок, и, соответственно, получит кластеры, которым будут проставлены тройки, четверки, пятерки, двойки. Двойок, наверное, не будет, я надеюсь, вот, остальные будут. Ну, тут, понятно, все в памяти происходит с целью демонстрации. Числа — это проценты от 100, вот, соответственно, центроиды исходные — это 12, 37, 62, 87 процентов, середина отрезков по 25. Вот, мы сделаем 5 итераций, и на каждой итерации будем скармливать нашему MapReduce центроиды, имеющиеся в данный момент, и полученные оценки. Вот их тут сколько-то штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть, двадцать. Вот. От десяти до восьмидесяти одного. На каждой итерации Map будет получать текущие центроиды, устанавливать минимальное расстояние, рассматривать все точки, и для каждой точки находить ближайший к ней центроид. Небольшое количество махинаций с преобразованием типов из строчек во флата и так далее. Ну, и, соответственно, вот тут мы находим минимальный центроид, минимальное расстояние, и его выплевываем в минимальный центроид и соответствующий элемент. Вот. Reduce получает старое значение центроида, для которого построен кластер, считает среднее арифметическое по всем точкам, вот, и возвращает новое значение центроида. Второй Reduce просто печатает все, что ему дано. Вот. Ну, и, соответственно, в течение пяти итераций мы будем строить input, текущие центроиды, значения, считать новые значения центроидов, а потом, получив центроиды, просто распечатаем для каждой, соберем кластер с этими центроидами и распечатаем их. Вот. Ну, примерно так. Надеюсь, оно работает моими усилиями на перерыве. После первой итерации в кластер с центром 37 попали оценки от 25 до 44, в кластер с центром 12 попали оценки от 10 до 16, в кластер с центром 87 попали две оценки, и в кластер с центром 62 попало четыре оценки. Вторая итерация. Чем-нибудь изменится, кстати? Может, ничего не изменится, да? А, ничего и не меняется. Извините. Да, что-то новые центры и не пересчитываются. Это я налажал. Чего я тут? Нею, ци. Нею, ци. Центроиды, центроиды. Ну ладно, поправлю и засобничаю. Не успел отладить. Ну вот, ну, как бы, после того, как есть эти ошибки по фикшу, реализация, ну, примерно такое и будет. Ну и она простая, симпатичная и легко параллелится. Дома надо будет, наверное, ее дополнить зонтичной кластеризацией и посмотреть, будет ли какая-нибудь разница. Данные будут немножко другие, не такие примитивные. Двумерные, наверное. Но с двумерными не должно быть существенно сложнее. Да, кстати, про измерение. Самая большая головная боль, одна из самых больших головных болей у всех кластеризаторов – это проклятие размерности. Когда размерности у нас 2 или 3, то с ними все более или менее хорошо. А когда размерности становится много, то тогда практически все точки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Ну, если только они не подобраны как-нибудь специально так, чтобы образовывать кластеры, то вот в таком более или менее случайном наборе точек расстояние между любыми двумя будет примерно корень из размерности или сколько там. И, соответственно, принимать решение о том, как их кластеризовать, становится сложно. Вот. Ну, или если рассматривать эти точки как вектора, то практически любые два вектора почти ортогональны друг другу. Вот, соответственно, какая-нибудь косинусное расстояние тоже становится одинаковым. Вот. И вот с этим пытаются как-то бороться, понижать размерность и все такое. Ну, про это я вот не стал сегодня говорить, потому что не сильно это к нам относится, но знать про это стоит, что в случае, когда размерность высокая, тогда многие алгоритмы кластеризации ведут себя не так хорошо, как в двумерном случае.